Работа над ошибками. Заместитель Акима области проконтролировал исправление замечаний, высказанных ранее. Поставят на ноги. Сложнейшие операции по эндопротезированию проводят в Талдыкургане. Поднять паруса в области стартовало главное экологическое событие года – Лебахарская регата. Очередные парламентские выборы в Казахстане пройдут 28 июня. Назначены они в связи с истечением в августе этого года срока полномочий сенаторов, избранных в августе 2011 года. Качественный состав нового созыва будет зависеть от депутатов-маслихатов, которые в свою очередь были избраны гражданами на прямых выборах и представляют интересы населения региона в парламенте. Сегодня по всей стране идет выдвижение кандидатов. Представлять интересы Алматинской области в Сенате парламента Казахстана на согласование депутатам областного маслихата предложена кандидатура Нурлана Калышбаева. Человека, известного в области чаяния и проблемы народа, он знает не понаслышке. Не один год Нурлан Калышбаев стоял во главе Аграрного и Скельдинского района и уже представлял интересы народа в Сенате парламента. На прошедших в июле выборах вместо выбывших сенаторов за него отдали почти 89% голосов. Имея такой богатый опыт, в том числе и на работе в парламенте, депутаты областного маслихата уверены, что и дали Нурлан Калышбаев достойная кандидатура на место в Сенате от Алматинской области. Сегодня начал работу закон о разделении власти президента, правительства и парламента. И здесь особую роль, конечно, будет играть Сенат. Сенат тот, который должен все программы, которые будут разработаны, двигать в жизни. Там должны быть сенаторы, высокие организаторы, честные люди. Человек, слово, должен быть это обязательно. Я в этом человеке вижу Нурлан Нуразыча. Поэтому, я думаю, он достойна кандидатура в Сенат Республики Казахстан. И он много принесет для Республики и для нашего края. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Сената парламента претенденту необходимо получить поддержку не менее чем 10% от общего числа депутатов всех маслихатов региона. За Нурлана Калышбаева депутаты Алматинского областного маслихата проголосовали практически единогласно. Напомним, выдвижение кандидатов продлится до 28 мая. А предвыборная кампания начнется уже 8 июня. Качественные изменения в социальной сфере области. Похоже, грядут большие изменения и первые результаты налицо. Отныне значительно улучшилось условие реабилитации и обучения талдыкурганских детей с особыми потребностями. Это стало возможным после рабочего обезда заместителем Акима области Жакслыка Мумар социальных объектов областного центра. Какие тогда были выявлены недостатки и приняты меры по их исправлению в материале Наталья Хоменко. О том, что детям-инвалидам и их родителям ежедневно приходится буквально забираться на пятый этаж коррекционного кабинета, Жакслык Мумар узнал в ходе своего первого объезда учебных заведений талдыкургана в январе этого года. Десять лет они располагались на последнем этаже общежития колледжа промышленной индустрии новых технологий. Аховый тогда назвал ситуацию заместителя Акима и пообещал при поддержке Акима области в самое ближайшее время решить наболевшую проблему. Слова, похоже, не разошлись с делом. Отныне у коррекционного кабинета города Талдыкурган новое, просторное и удобное здание. В коррекционный кабинет мы дали площадь Дома Малюток. А властной Дома Малюток на сегодняшний день здесь находится 32 ребенка. По мощности это для 100 мест. Поэтому есть пустые площади. Мы должны оптимизировать такие расходы. И сегодня вот видим, что правильно сделали и для детей-инвалидов, и для родителей это удобно. Во-первых, здесь площадь просторнее, там было 400 квадратных метров, здесь 500 квадратных метров. Во-вторых, в центре города, въезд, все удобнее. Теперь в распоряжении педагогов два этажа и десятки новых кабинетов для занятий с детьми. Этому коллектив особенно рад, поясняя, что коррекционная работа со сложными пациентами требует определенной ауры и уединения. Сегодня на реабилитации 412 детей, еще около 40, ждали своей очереди. Но теперь, уверяет руководитель кабинета, места хватит всем. На пятом этаже мы находились где-то лет 10. Этим инвалидам было очень трудно подниматься. Во-вторых, коридоры узкие, да. И, само собой, были такие возмущения со стороны тоже родителей. Но на сегодняшний день то, что сейчас дали нам, два этажа, очень удобно. Есть комнаты очень просторные. Есть музыкальный зал отличный сейчас у нас есть. Есть для детей кабинет лечебной физкультуры. Есть отдельные кабинеты для наших специалистов. Это большой подарок не только нам, специалистам, но и нашим детям и нашим родителям. Проверил Жексулукомар, как устранено и еще одно веское замечание в ходе его январского объезда. Тогда зам Акима оценил условия проживания студентов в колледже и был крайне удивлен положением дел. Как выяснилось, из 80 комнат треть занимают семейные пары и далеко не из числа учащихся колледжа. Часть жилой территории и вовсе занимает учебная библиотека. И все это за счет студентов. Отныне проблем с проживанием не будет. Студенческое общежитие уже в этом году готово дополнительно принять сразу свыше 50 приезжих ребят. 20 комнат, которые освободили сегодня в общежитии, это 16 комнат для коррекционных кабинетов было и 4 комнат для библиотеки. Это если минимум по 2-3 человека, минимум 50-55 студентов будут проживать с 1 сентября в этих комнатах в общежитии. Жексулукомар на месте оценил проведение ремонтных работ и предупредил руководство колледжа. Наказание за подобную практику и далее последует незамедлительно. С каждым годом потребность в рабочих специальностях будет только расти. Сегодня колледж промышленной индустрии и новых технологий готовит самых дефицитных специалистов – токарей, сварщиков, автослесарей, сантехников и строителей. Обучается в настоящее время 718 обучающихся по 8 специальностям, 10 квалификациям. На 2017-2018 учебный год ожидаем по плану приема 175 обучающихся по 7 квалификациям. Общежитие проектной мощности 320 человек. В прошлом году было заселено 150. В этом году мы готовы принять по проектной мощности 320 обучающихся. За трудоустройство выпускников руководство колледжа отныне будет отвечать головой. Постоянный мониторинг рынка труда – первостепенная для них задача. Так уже сегодня поручил Жексулукомар необходимо оценить востребованность специалистов газовой сферы и проработать возможность открытия нового факультета. Замечание сделал зам Акима и руководству дома малютки. Зашел он к ним в гости в субботний день без предупреждения. И на месте руководства не оказалось. Этот объект повышенного внимания отметил Жексулукомар и настоятельно попросил быть на рабочем месте ответственных лиц, несмотря на выходной день. Третью модернизацию Казахстана как глобальную конкурентоспособность обсудили и в Совете ветеранов Талдыкургана. На конференции члены Совета ветераны труда и молодежь затронули важные вопросы жилищного строительства, совершенствования систем образования и здравоохранения, инфраструктуры сельского хозяйства, IT-технологии, противодействия коррупции. Мы должны соответствовать всем мировым стандартам во всех отношениях, говорили они. Стремиться к развитию как в экономическом, в человеческом факторе, так же и в социальной сфере. Именно эти важные аспекты приведут к развитию нашей страны. Активисты уверены, послание президента станет главным маршрутом для молодежи. А подобные мероприятия необходимо проводить как можно чаще. Из посланий главы нашего государства мы должны выделить главное. Выразить сплоченность, дружбу, единство, уверенность в будущем. Молодежь должна знать, как мы достигли независимости, чтобы они несли флаг своей родины с гордостью и достоинством и внесли огромную лепту в развитие страны. А главное, они должны быть образованными, духовно богатыми. Поставят на ноги. Врачи Талдыкурганской многопрофильной больницы в буквальном смысле помогают человеку вновь ощутить радость движения и избежать инвалидности. Здесь бесплатно проводят операции по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов. То есть заменяют поврежденные участки искусственными протезами. Только с начала открытия медучреждения проведено свыше 200 подобных операций, причем за счет государства. В очередной раз специалисты Талдыкурганской многопрофильной больницы смогли повысить квалификацию в этом направлении. Эндопротезирование суставов – одна из наиболее распространенных процедур в ортопедии. Эта сложная операция по замене поврежденного сустава на искусственный. Как правило, оперативное вмешательство назначается в том случае, когда другое лечение не облегчает боль, которую вызвал артрит или изношенный сустав. Это наиболее эффективный и очень часто единственный метод восстановить былую функцию конечности. На операционном столе 70-летняя Талдыкурганка. На протяжении нескольких лет пациентка страдала от сильных болей в коленях. Диагноз – износ и разрушение коленного сустава. Но сегодня это не приговор. Отечественная медицина в силах справиться с подобным недугом. По словам специалистов, уже на следующий день после операции пациенты встают на ноги и в течение 4-5 дней выписываются. Протезирование коленного и тазобедренного сустава у нас проводится со дня открытия нашей больницы. На сегодняшний день выполнено около 200 таких оперативных вмешательств. И все эти больные прошли полный цикл лечения, который соответствует высокотехнологическим именциям. Это включает диагностика, лечение, оперативное вмешательство и реабилитация самое главное. То есть после выписки эти наши пациенты могут возвращаться в полноценной жизни, выполнять свою работу, то есть никакой инвалидизации. Хирургическое вмешательство проходит под руководством высококвалифицированного врача у Мирбека Кулымкулова. Специально приглашенный гость из Национального института травматологии и ортопедии. Города Астаны проводит мастер-класс для молодых хирургов. Встречи за операционным столом несут огромную пользу. С начала года в городской многопрофильной больнице проведено около 30 различных мастер-классов с участием профессоров научно-исследовательских институтов Алматы и Астаны. Мы сегодня провели одну коленную сустав, заменили. Сейчас еще предстоит еще одна операция, замена тазобедренного сустава. Операция была не сложная, а обычная стандартная операция. Здесь первый раз, но за короткое время, конечно, я все оплатить вам сказать не могу, но на сегодняшний день операционные, травматологические службы, все соответствуют. Оказание медицинской, высокоспециализированной медицинской помощи. Все соответствует всем стандартам. 5,5 тысяч операций в год по замене изношенных суставов проводятся в Казахстане, причем абсолютно бесплатно. И самое главное, все эти пациенты встали на ноги и вернулись к полноценной жизни. Эльвира Ликерова, Айдуй Скалеев, телеканал ЖТСО. Социальная реабилитация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, является основой 33-го шага плана нации «100 конкретных шагов». Данный вопрос на особом контроле у сотрудников надзорного органа. Накануне в городе Капшигай состоялся круглый стол на данную тему с участием прокуроров и руководства города. По словам выступивших, рост преступности вынуждает искать новые формы и средства по ее снижению. И одним из основных является реализация комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан на 2017-2019 годы, разработанные по указу главы государства. По словам спикеров, с момента появления службы пробации в 2012 году и по 2016 год уровень повторных преступлений снизился на 31%. В новом законе имеются и новые понятия, например, досудебная пробация, которая распространяется на несовершеннолетних, инвалидов, женщин старше 58 лет, беременных, имеющих малолетних детей в возрасте до 3 лет, мужчин старше 63 лет. Предполагается, что досудебная пробация благоприятно скажется в работе с несовершеннолетними подозреваемыми, с которыми будут работать сотрудники пробации, составлять индивидуальные программы, оказывая социально-правовую помощь несовершеннолетним. В данном круглом столе были детально подняты вопросы акиматов, центров занятости по оказанию социальной адаптации детям, молодежи и из числа неблагополучных слоев населения и лицам, которые ранее имели проблемы с законом. На сегодняшний день по городу Капшигай по линии административной полиции на учете состоят более 40 лиц, освобожденных из мест лишения свободы на условно-досрочное освобождение. Также 112 лиц состоят по линии службы пробации, в котором судом назначена мера наказания, не связанная с изоляцией от общества. О событиях в мире смотрите в блоке международных новостей. Арабо-курдские формирования демократических сил Сирии освободили от боевиков ТГИЛ в центр сирийского города Тапка. Как информирует вооруженная коалиция, курдские ополченцы взяли под контроль несколько кварталов. В ходе штурма ликвидированы около полусотни террористов, пятерых удалось взять в плен. Операция по освобождению города длится более месяца. Населенный пункт, расположенный в 40 километрах от Ракки, был захвачен боевиками три года назад. Сотни людей приняли участие в ретро-прогулке на велосипедах в Киеве. Специально к этому событию дамы сделали себе укладки, популярные в 30-40-х годах XX века. Выбор парней пал в основном на твидовые пиджаки и фетровые шляпы. Участники тематической прогулки стартовали с Софийской площади, а закрылось мероприятие традиционным чаепитием и фотосессией в саду желаний на ВДНХ. Подобные мероприятия проходят в украинской столице уже несколько лет подряд. В Бразилию охватила волна беспорядков. Массовые выступления против трудовой и пенсионной реформ переросли в столкновения с полицией в ряде городов по всей стране. Но самые массовые в Рио-де-Жанейро. В Рио царит хаос. Здесь манифестации, являющиеся частью общенациональной забастовки, переросли в массовые столкновения с полицией. Стражи порядка, чтобы усмирить разгневанную толпу, применили следоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты стартовали в стране 28 апреля, после того, как Нижняя палата парламента одобрила трудовую и пенсионную реформы, предложенные президентом страны. Обзор международных новостей подготовил Дамир Анитов по данным интернет-ресурсов. Проводить разъяснительную работу среди верующих намерены в Казахстане. А студенты из Южной столицы разработали проект беспроводной передачи энергии. Об этих и других новостях подробнее в блоке республиканских новостей. В Усть-Каменогорске с утра пошел снег. Погода пасмурная, холодная. По прогнозам синоптиков, температура в городе днем плюс 7, плюс 9 градусов Цельсия. Ночью ожидается минусовая температура, минус 1, минус 3 градуса. Как сообщается на сайте Казгидромет, в начале мая в большинстве областей Казахстана пасмурная погода. С частыми дождями, временами переходящими в мокрый снег и с температурой ниже обычной на 2-5 градусов. Такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов. Для жителей западных областей погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры воздуха. Проводить разъяснительную работу с верующими, намеренные в Министерстве по делам религии и гражданского общества. По словам главы ведомства Нурлана Ермикбаева, казахстанцам, которые носят религиозную одежду, необходимо объяснить доступно, что нашему народу это не свойственно. Напомню, ранее на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана Нуршултан Азарбаев обратил особое внимание на проявление религиозной непросвещенности у молодого поколения. Глава государства дал поручение проработать вопрос запрета ношения подобной одежды на законодательном уровне. Зажигать обычную лампочку можно теперь без проводов. Это доказали студенты физико-технического факультета казну имени Альфараби Руслан Исаев и Макжан Тащенбай. За четыре месяца они разработали проект беспроводной передачи энергии. При этом генератор, который ребята используют, схож с трансформатором Тесла. Как отмечают юные ученые, изобретение существенно снизит расходы на передачу электроэнергии. Проект планируют запатентовать. Обзор новостей подготовила Семка Щегулова по материалам интернет-ресурсов. И еще есть тем выпуска. В канун Дня Единства народа Казахстана в Алакольском районе открылась новая мечеть. Расположилась она в Ушарале и теперь будет носить статус районного святилища. Духовный храм построили на средства меценатов, уроженцев этих мест. Сотни алакольцев собрались у новой мечети еще задолго до ее открытия. Каждому хотелось быть причастным к этому поистине историческому моменту для мусульман. Специально к событию приехал главный имам по Талдыкурганскому региону, чтобы разделить радость вместе с сельчанами. В новом очаге духовности каждый из верующих, безусловно, найдет успокоение души и сердца. Уверены и местные меценаты, которые построили мечеть в дар народу. Мы строили мечеть лишь с той основной целью, чтобы люди, придя сюда, могли очистить свои души, возносить молитву Всевышнему. Без притеснения и неудобств. Постарались создать все условия. Я уверен, эта мечеть послужит еще многим и многим поколениям. И подарит душевное тепло миллионам. Мечеть построили за семь месяцев. Она может вместить до тысячи человек. А это, пожалуй, и было одним из долгожданных пожеланий прихожан, которым долгие годы приходилось ютиться в небольших мечетях райцентра. Новый духовный храм теперь носит статус районного и называется Аль-Хамид. Честь открыть святилище вместе с аксакалами выпала и почетным гостям, среди которых известный народный артист Казахстана, композитор Искентр Хасангалеев. Величественное здание мечети не только снаружи, уникально оно и внутри. Есть отдельные залы для совершения намаза, как для мужчин, так и для женщин. Специально отведен зал для совершения обрядов, в том числе и церемонии бракосочетания. Для нас священнослужители – это большая радость, когда священную пятницу свои двери открывает новая мечеть. Это очень благое дело. В священных писаниях говорится о том, что врата рая откроют для всех, кто принял участие в возведении храмов. Сюда будут ходить все, кому нужна духовная помощь. Искренне верующий получает ее. Вера учит милосердию, добру, терпению, чего, пожалуй, в наше время не хватает каждому. Хочу пожелать всем мусульманам счастья, благополучия в семье и мира. Новая мечеть стала 27-й по счету в Алакольском районе. До конца года в пользование сельчан будут сданы еще две. Лаура Байбачан, Вожая Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Форум невесток прошел на базе 24-й школы поселка Утиген-Батыр в Ильейском районе. Как мать их родительница отчига, невестка должна не только уметь грамотно вести хозяйство, но и находить компромиссы, чтобы не допускать семейных конфликтов. Мыслями и советами с молодыми невестками поделилась известная и почитаемая в области невестка героя войны Баужана Мамушула Теня Пахметова. Участницы форума продемонстрировали также казахские национальные обычаи и традиции, а также навыки в приготовлении приданного невесты и самого вкусного чая. Преемственность традиций – большая составляющая формирования личности и особенно девушки. Народные традиции учат девочку с детства быть сдержанной, хозяйственной, правильно организовать быт, чтобы было комфортно семье. И такие встречи с женщинами, создавшими по-настоящему счастливые семьи, мы организуем для молодых, чтобы они учились, советовались и могли избежать каких-то ошибок. День единства народа Казахстана яркой программой встретили самые маленькие жители города Жаркент. На нескольких языках они читали стихи, пели и танцевали. Словом, демонстрировали свои таланты с детской непосредственностью. Такие праздники помогают воспитывать в малышах патриотизм и толерантность. За мир во всем мире поют малыши. Программа разнообразная, раскрывает все творческие способности детей. Песни, танцы, мини-спектакли. И все это пронизано главной темой – единство и согласие. Как отмечают воспитатели, подобного рода мероприятия помогают воспитывать в детях чувство патриотизма, расширяют кругозор, вырабатывают чувство уверенности в обществе. Мы решили показать свою работу, вот нашу с детьми, то, что мы делаем ежедневно. Я думаю, что вот это воспитание должно начинаться вот именно с малых лет, с детского сада. Поэтому мы это мероприятие приурочили к Дню Солидарности. 50 малышей, воспитывающихся в детском саду Балашах, представители 10 этносов. Но все они учатся свободно изъясняться на казахском, русском и английском языках. Мой ребенок воспитывается здесь. Мне, как матери, очень приятно наблюдать за достижениями своего ребенка. Их здесь учат быть дружными, учат всяким творческим работам. Я вообще считаю, что детсад играет огромную роль в становлении детей. Учреждение работает всего год. Открыт сад в рамках программы государственного частного партнерства. По мнению родителей, в их детях уже заметны результаты. Желающих записать сюда детей немало. Потом и в планах на следующий год открыть еще несколько групп, а также подготовительные курсы в школу. Елеман Раймбеков, Канад Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Интересными событиями полон текущий год и для молодежи Алматинской области. Для удобства региональная служба коммуникации выпустила информационные брошюры, в которых указана подробная информация про каждое крупное событие, запланированное в нашем регионе. Буклеты будут выпускаться на казахском, русском и английском языках. Эти брошюры помогут узнать и не пропустить все фестивали и мероприятия в Алматинской области. В каждом из них можно найти занятия по душе и подать заявку на участие. К примеру, любящие экстремальный туризм могут попробовать свои силы в фестивале Орблак-рейс. Который насыщен спортивными состязаниями. Близкие к культурному отдыху могут стать частью знаменитого Венского бала. В нашей области проводится много мероприятий. Кроме того, с каждым годом все больше туристов приезжают к нам. Поэтому мы должны их заинтересовать не только достопримечательностями, но и яркими и красочными событиями. Эти брошюры уже начали раздавать в туристических объектах, в государственных учреждениях и других общественных местах. В урочище Тамгал-Этас на берегу реки Ильи 17-й раз собрались любители экстримов приключений и путешествий, чтобы принять участие в традиционной международной Леболхарской регате. Организатором этого масштабного мероприятия выступил Акимат Алматинской области и экологический союз Табират. Главная задача эколога-туристка спортивного проекта – это развитие водного туризма в бассейне озера Балхаш, борьба с обмелением самого крупного водоема ЖТСУ и, конечно же, популяризация спорта и здорового образа жизни. Протяженность всего водного маршрута составляет около 900 километров. Его участникам предстоит выполнить большую спортивную программу. В него входят соревнования по водным видам туристского многоборья, показательные выступления спортсменов-водников, марафонский этап, 38 километров, спринтерские гонки. Кроме того, фестиваль включает в себя ряд культурных мероприятий, этнографических и экологических конкурсов. Регат – это популяризация здорового образа жизни. Во-вторых, все-таки это культурно-массовое мероприятие, которое посвящается развитию региона Алматинской области, реки Ильи и самого Балхаша. Балхаш милеет. Если на него не будет никто внимания обращать, он вообще повторит судьбу орала. А так все-таки какое-то внимание уделяется. В популяризации прививаются навыки у всех участников в чистоте. Мы заставляем всех участников чистить берег. В Талтыкургане состоялся международный судейский семинар под руководством члена судейского комитета Всемирной организации «Шинки окушинка и карате» Александра Гончаренко. Обучение направлено на подготовку судейского состава к чемпионату мира, который пройдет в Астане 1 и 2 июля этого года. Программа мастер-класса включила в себя несколько этапов теоретических и практических занятий, помогающих в совершенствовании правил кумите и ката, а также организации соревнований. Кроме спортсмена-феер-рефери, Алматинской области в семинаре приняли участие представители Алматы, Тараза, Кустаная, а также гости из Кыргызстана и Таджикистана. Проведение подобных мероприятий – яркое свидетельство того, что это боевое искусство сегодня на пике своего развития в нашем регионе и в Казахстане в целом. Основное на многолетнем опыте оно развивается и обогащается опытом молодых и перспективных мастеров карате. Казахский шин Кюкушенкай достаточно хорошо развит. Есть воспитанники-чемпионы мира, как Моисеев, есть призеры мира, как Леонов и другие. Женская карате казахская очень сильно развита. Казахстан – одна из немногих стран мира, где есть руководители отделения Всемирной организации женщины. Хочется выразить слова благодарности сенсею Зеине Бейбетировой за тот уровень развития, который она проводит и в вашем городе, и в Алматинской области, и в целом в Казахстане. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин